Девушки отдыхают Недешево, так что очередная прихоть В цивилизованных странах суррогатное материнство давно запрещено Мы, как всегда, впереди планеты всей По дебилизму Я хотела помочь Людям, которые лишены этого счастья Я выносила им ребенка А деньги здесь ни при чем Деньги это не главное Заморозила яйцеклетки Живешь себе, кайфуешь, путешествуешь Захотел, тебе выносил кто-то Вообще не понимаю, в чем проблема Если она сама не рожает То в чем счастье материнства? Какая она мать? Она не вынашивала, не заботилась Получается, она его купила Мы с мужем уже все перепробовали Но не получается у нас Что такого в том, что мы просто будем счастливы? Это удел исключительно неверующих людей Церковь не крестит детей, полученных путем ЭКО Это противоестественно Деторождение, это ведь дар Божий Материнство, отцовство Это все благодать Это счастье, посланное нам Богом А мы берем и обходим все это Делаем по-своему Это все не останется безнаказанным Все Да В смысле? Это уже все? Не естественно Я просто хочу понять Что было не так больно, глубоко Понял Опять прилечу, да? А что тогда? Не знаю Думала, хотела Оказалось, нет Ты говори Если что, чтоб я понимал У тебя же там сейчас все по-особенному Ладно, все Давай, мне рано в больницу О, водички попью Кстати, я тут читал на форумах Что беременным не хватает эмоциональной связи Кстати, про колбасу там тоже написано, что не стоит Понял Вот она, эмоциональная связь Да там не про это Ладно Какие планы на сегодня? Может, я вечером зайду? Может, ты опять захочешь? А то я же не Кстати, есть же разные способы Без проникновения Ты стремительно теряешь шансы на новую встречу Иди Пойду Пойду Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, здравствуйте Как вы относитесь к КАКО? А вы? Я против Я считаю, что это безнравственно А вы? Поддерживаем Значит, это нормально, слава богу Мы собираем подпись и поддержку запрета ЭКО для суррогатного материнства Вы могли бы поставить подпись? Нам очень нужен ваш голос Спасибо большое Здоровья вам, вашему малышу Вместе мы сделаем этот мир лучше Нет суррогатного материнства ЭКО это зло Еще без остановки Волнуюсь просто Первый раз А вы? У вас ЭКО? Простите, я из любопытства Да даже не из любопытства Просто мне вам тоже предстоит Я думала, может быть, вы мне скажете Не волнуйся, все хорошо будет Ну вот скажите, это же на здоровье никак не влияет Правда? Вот вы как себя чувствуете? Как ребеночек? А то все просто разные говорят Я даже не знаю, с чего начать С бахил начните Ой, блин, да Я же говорю, волнуюсь А вы не сильно общительная, да? Да хотя это, наверное, я сильно общительная Не знаю Хотя вы все правильно делаете Потому что в вашем положении Сила, эмоции Они для мальчуга, но все-таки важнее А с чего вы взяли, что это мальчик? Да, действительно Простите Мы с мужем, просто хотим сына Я подумала Проходите Удачи Данные у вас Угу Так, тут у нас тоже все в норме Одевайтесь Нина Николаевна, в два вас журналисты Приедут по поводу форума разговаривать И потом конференция Я тогда Конечно, идти Так Ну, мальчишка для восьмого месяца у нас в норме Все идет по плану, без каталогий Потихоньку начинаем готовиться к родам Вы как? Как самочувствие? Жалобы? Нет, все хорошо Диета? Питаетесь как? Лучше всех Сексуальная жизнь Это моя работа Не лишним будет напомнить Отсутствует Наши клиенты хотят быть уверены Что все пункты договора выполняются Так, вы у нас На платиновом контракте Да, вас найти нетрудно Вы единственная, кто в Европосте А что, в контракте что-то сказано о патриотизме? Разумеется, нет Подпишитесь здесь И это На новый курс Я довольна тем, как у вас все протекает С такими показателями Годика через два могу предложить вам клиентов еще Спасибо, она нет Планы? Личная жизнь Ну, типа того Ну, если передумаете, дайте знать Вы проверенная, надежная Обязательно Так, и мы с вами встречаемся Через три недели Приятно иметь дело с профессионалами До свидания Ну, естественно Да я две затяжки все Штраф три тысячи Все От пятиста до тысячи Чудаж можно было, Наташа Вчера у меня голова с похмелья не кололась Зиняков по всему телу не было Нет страсти Ты меня сейчас не передушил Прости, я стыдная Так все Завязывай И шмотки свои забери Москва через десять минут Чем ближе к Москве, тем хуже люди становятся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бабуя, давай помогу Спасибо, сынок Москва не без добрых людей Блядь Блядь Вот так встреча Ну, да Слушайте, вы меня простите Бывает, я не хотела вас обидеть Ничего такого, ладно? Не держите зла, ок? Ок Вам в какую сторону? В ту Подвезти? Нет Я просто в аэропорт еду подругу встречать Если по пути, могу подбросить Ну, ладно, я обещаю не трындеть И не нарушать личного пространства Ой, я думала, это курьер А что заказала? Не суть, вам кого? Это Мичуринский 112, квартира 34 Ну? Так, а ты одна живешь? Да, не переживай-то Я сестру ищу Разбросала жизнь, вот только адрес остался На сестру мою-то не похоже Да и братьев у меня нет Я ничем помочь не могу Я снимаю через агентство Может, до меня жила Может А что за агентство, не подскажешь? Домовой, в интернете посмотрите Ага, спасибо Ну, что так долго? Отвлекаю, как могу сказать Здрасте Здрасте Ладно, не буду мешать Приятного аппетита Спасибо Пожалуйста Спасибо Приятного аппетита Спасибо, до свидания До свидания До свидания Не жмет? А то у меня там в багажнике есть Специальный для беременных Хотите, достану? Нет, не надо, спасибо Все нормально Ну, смотри сама Мне главное, чтобы тебе было комфортно А на ты можем? Я Марина Саша Классное имя С характером Ну, как беременность проходит? Все хорошо? Ты обещала не трындеть Да, прости Занесло Чем вообще занимаешься? Где работаешь? В сфере услуг А кем? Ты говорила, тебе в аэропорт Да, говорила Так он на правду Ну да Ну тебе же не в аэропорт А я не говорила, куда Да, я просто подумала, что может быть Слушай, останови машину Так, Саша, давай не это Слушай, блин, я не думала, что это так произойдет Короче Я и ты, точнее Я и мой муж И ты у нас Контракт Ну, то есть это наш ребенок И ты его как бы для нас Вы нашего Мы вообще не должны были видеться Да, не должны были Это все я Я просто себе места не нахожу Я с момента оплодотворения спать не могу Я все думаю, а как Останови машину Останови машину В контракте четко написано Никаких личных встреч Да, но это в контракте А в жизни я поняла, что Я так не могу Блядь Я не знаю, кто ты, что ты, где ты Как там мой ребенок Все ли хорошо Я начинаю сходить с ума Тихо, пожалуйста Только не нервничать Тебе сейчас не... Ты еще получи меня Смотри, у меня к тебе предложение Я хочу, чтобы Ты переехала в наш дом Ну, до родов У нас большой дом А мне Мне так будет спокойнее Я буду тебя видеть и знать Что все хорошо Все в порядке Останови машину Я сказала С ума сошла Что? Ну, пойми Для меня это очень важно Я так... Ты что? Саш, послушай Саш Саш, послушай, пожалуйста Кинула пару неплохих вариантов на почту Как и договаривались Все в пределах семи миллионов А в евро это сколько? Так, в евро Ну, это... Это порядка девяносто тысяч Нет, это дорого Ну, это Испания Еще бюджетные варианты Как и говорила Можем Португалию рассмотреть Нет, только Испания Я посмотрю тогда варианты Я отпишу Да, хорошо, буду ждать Посмотрите, что-нибудь подешевле Да, хорошо, я еще поищу Я тоже рада тебя видеть Мать, в курсе Да пофиг Ладно, напишу ей Че? Давай, открой скорее А то я писать хочу А мне потом мозг вынесет Что опять? То, что и в предыдущих сериях Новый сезон Стой, можешь не смотреть Давай Ты меня подставляешь И меня Или мне что, в церковь начать ходить? Давай, открывай скорее Я ведь сейчас отписываюсь Давай, в туалет И быстро к матери Давай, давай, давай Каман, быстрей Че вечером будем делать? Витальку свою вызовем? Он не мой То есть, на все остальное согласна, да? Верь, прикрой сквозняк Так я тебе говорю У нее, как вот эта вот ку-ку случилась на самоизоляции Так и не проходит походу Ага Слушай, повиси, малек, ладно? Только не клади трубку Да не, все нормально Это снова я Слушай, я набрал домовой Они там данные не разглашают Ничего сказать не могут Ну так а я чего? Я подумал Может, у тебя квитанция какая завалялась Когда заезжала Ну, интернет там или Какая-нибудь Да мне бы любую ниточку А там я сам потяну и к сестре Ну, я сама, видишь, не место Мне больше некому обратиться-то Да, просто новости у меня не очень Матушка у нас это Все Надо как-то сообщить Они просто не общались в последнее время Сама, понимаешь, мама Ну, вот я купил В нем случай Отблагодарить Возьми, возьми Ну, там, тортик какой-то Пряники Ну, бери, бери Чем богато, так сказать Я перезвоню Что? Давай уедем куда-нибудь Где же ты так устаешь? Да нет, ну, в принципе Не совсем А что, жили бы вместе В море где-нибудь Кайфовали бы, тут сели Ты про деньги что-нибудь слышала? Ну, а что деньги? Ты же откладываешь Ну, и я заработаю Ты школу закончишь сначала? Да я думаю, девственность продать Ты что, дура, что ли? А чего такого-то? Один раз видишься и уже считаешь, что два забачей в кармане Тем более, может, повезет, симпотной попадется Сама подумай Подумала И что, не так? Да все не так Тебе 14, думаешь, как 14-летняя Еще и проституткой хочешь стать Знаешь Между прочим, некоторые суррогатные материнцы считают ничем не лучше Не, ну, язык не считаю Так, все Давай спать Завтра в школу Мать, ты Верни сестрюху Перестань на нее так Она тебе добра желает Ты меня б спросила, чего я желаю Да она не должна У тебя 14, ты в ее доме живешь Я бы могла к тебе переехать Не могла бы У меня нет времени на все это Дерьмо Эй К суре ничего лучше в голову не пришло Для этого ты и ходишь в школу Каждый раз бегать ко мне, не вариант Это злит ее, потом всем херу Ты лучше в следующий раз подумай А лучше позвони Спасибо Короче Я когда сюда переехала Тут вай-фай был Но я свой роутер покупала и перезаключалась А предыдущий абонент, он со своим оборудованием переехал Ну, завтра утром будут менеджеры Может скажут куда Я не знаю Вот номер договора, если что Ты даже не представляешь, как ты мне помогла, солнышко Спасибо Спасибо Ну, я бы, конечно, чаю выпил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иди в школу Что, вообще что ли? Че? Это просто флешка Отдай, это не мое Да поняла, я не буду, ну отдай Нежно, надо. Ну, Саш. Так сеть день начался, конечно. Пока. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Привет. Я полночи не спала. Давай, ты перестань, как будто бы ты не знала, где она. Знаешь, почему она к тебе постоянно бегает? Потому что ты разрешаешь. Не надо свои проблемы на меня перекладывать. Ладно, она дура малолетняя, а ты? Мам, ты иди, и в школу опоздаешь. То есть ты хочешь, чтобы она стала такой, как ты? Давай, не сдерживайся. Я для тебя вообще все делаю. Я для тебя самого лучшего хотела. Мам, ты делай, как тебе было нужно. Ты не спрашивала меня, чего я хочу. Ты чего? Проститутка стать. Здрасте. Ты иди, а то вдруг увидят, как ты с проституткой общаешься. Тебе не стыдно? Ладно, все. Рожу, уеду. Заживешь, как хотела. Счастливо. Здрасте. 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 Так, ну, я проверила. Да, на Кронштадтском 59-57 сейчас оборудование. Верно? Верно, Золото, верно. Да, вспомнил. Мы же маме этот роутер отдали. Ага. Все, разобрались. Спасибо. Продолжение следует... ... ... ... ... ... Не заняты? Если не заметили, я не еще и знакомься. Заметил, конечно. Я бы даже сказал, знал, даже был уверен. Моя супруга вас вчера подвозила. Да вы кушайте, я не отниму много времени. Кстати, в платиновом контракте другая еда прописана. Я не осуждаю, я все понимаю. Я в курсе вашего вчерашнего разговора. Если честно, я был против. Но Марина, она такая. Ее можно понять. Сейчас очень тяжело. У нее это первый ребенок. Она вся сама не своя. И мне это мешает, мягко говоря. Ну, мы понимали, на что идем. И готовы выполнять все условия нашего контракта. Просто кто же знал, что так вот неспокойно ей будет. Не знаю, что там и как с вами. С ребенком. Получается, теперь и так будет тоже. А это тупо. Я поначалу тоже так думал, но потом... Вы просто живете с нами в хороших условиях, где за вами присматривают, а вас заботятся, вас кормят, что что-то тупого. Нам спокойнее, да и вам будет лучше. Все-таки не химки, а лучше. Ваш уровень. Вот она, конфиденциальность, описанная в контракте. Не, ну на нее мы не претендуем. Вы продолжаете жить своей жизнью просто территориально в другом месте. Если вам что-то понадобится, пожалуйста, мы водителем к вашему слову. И вообще все к вашему слову. Ну и разумеется, я готов оплатить ваш поход на встречу, ну скажем, миллион рублей сверху. Без клиник, без процентов чистого. Думаете, все можно решить деньгами? Я ошибся. Разве вы не из-за денег этим занимаетесь? А если я не соглашусь? Ну я умею убеждать. Вы мне угрожаете? Получается? Ну значит, я вас просто уговариваю. Получается? Думаю, да. А вы как считаете? Я записала наш разговор. Зачем? Ну не знаю. Но если вы в следующий раз ко мне сунетесь, думаю, пригодится. Вот мой номер. Я буду ждать звонка. Вот. Вот сколько в день? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наверное, нет никого. Думаешь? Ну, меня так учились. Ты стоишь, звонишь, пять минут, дверь тебе не открывают. Наверное, нет никого. Так ты что, подсматривал за мной? А, не, мужик, я по другой теме, малек. Можешь что, передать? А кто здесь живет? А кто нужен? Смотри, а кто живет? Смотри, кто спрашивает. Молодец, нравишься мне. Я ж говорю, я по другой теме, мужик. Слушай, я друг к детству потерял. Вот, все, что есть, адрес. Да. Артемьев? Что Артемьев? Здесь живет генерал полиции Артемьев. Могу что-то передать, но, по-моему, он в командировке сейчас. Да? Значит, адрес у меня неверный. Да, так может, что передать, кто приходил? Не, ошибся, говорю. Бывай. Ну, и вам не хворать. Вы охренели им про меня сливать? Подождите, пожалуйста, в коридоре. Полистайте пока. Через минуту я отвечу на все возникшие вопросы. Охрен они ко мне приходят. Александра, во-первых, успокойтесь. Не мне вам говорить, в каком вы положении, и про ответственность за того, кто у вас внутри. И второе. Клиенты нашей клиники, как вы понимаете, не бедные люди. Более того, влиятельные. Он вообще замминистра, поверьте. Ему совершенно необязательно приходить к нам, чтобы узнать, где вы живете и кто вы такая. Вы об этом знали? Я отговаривала. Я обещаю поговорить с вашим Биву снова. А вам советую подумать, ради чего все это и получить дополнительный бонус, который вы вправе обсудить самостоятельно. Думаю, неплохой вариант развить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Киношку смотрим? Нет. А что такое? Все нормально. Иди. Саня, 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 что случилось? Саня, погоди. Я не сказал бы, что ты всегда свидетельствует отчасти, но сейчас у тебя реально что-то не то. Я же вижу. Что случилось? Все нормально. Нет настроения для кино. Хорошо. Давай. Давай поговорим. Саша, послушай, я не хочу, чтобы между нами был просто секс. Диталья, иди домой. Это из-за мужика, да, который приходил сегодня все? Что? Какой мужик? Не знаю. Пришел какой-то терся около твоей двери. Я вышел, спросил, что надо, может, что передать. Он не ответил, не представился. Тогда я сказал, что здесь мент живет. Он испугался, ушел. Слушай, че я туплю-то? Я же тебе показать могу. Все, дропнул. Смотри. Я тебе предлагал такую же камеру установить на дверь. Если что, милость прошу, предложение в силе. Знаешь? Знаешь, ты хорошо. Ты знаешь? Чего? Ничего. Красиво это. Замужем. Распишитесь. Вот Москва, а. Колючее у все. Ликось, привет тебе. У вас подселение. О, отлично. Я всегда рад хорошей компании. Три ночи, тысяча восемьсот рублей. Ух ты, ничего себе. А если без джакузи в номере? Ну, или может я за кофейком сгоняю? Да, ну ладно. Прямо по коридору пятая комната, третья койка. Ну вот и отлично. Знаешь, где теперь меня искать, если что? Ликуся. И, понимая. Оу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА УДАЮ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Покажу ДимаTorzok 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 Еще беременной не было. Чего эту траву жрать? Пускай нормально питается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В каждой комнате есть внутренний телефон. Вызывайте Ирину, Людмилу, они все сделают за вас. Я поняла, я просто... Залудейся. Ничего, привыкнете. Но все же лучше звонить, вам помогут. И я хотела вам сказать по поводу нашего тогда разговора в кафе. Деньги я готов отдать. Утро ждет или сейчас? Да нет, про телефон. Я на самом деле тогда ничего не записывала. Да даже если бы записывали. Доброй ночи. И спасибо за честность. И спасибо, что согласились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Она опять у тебя? Что? Нет, я вообще не в городе. Ты снова врешь. Она мне не отвечает. Зацени Мемас. Прямо про меня. А в чем юмор-то? В том, что ты старый походу. Вроде с админа не шаришь. Я СММщик. Какая разница? Шарить от этого лучше не стал. О! Йоу, сестер. Ты где? Хорошо, что Виталик дома. А то что, мне тебя на лестнице ждать? Че ты опять приперлась? Мы же договаривались. Мать мне мозги выносит. В смысле? Я у тебя просто наушники забыла. Ты скоро? А звонить ты перед этим не пробовала? Ты дома всегда. Ты время видела? Где ты? Это ты время видела? Дуй домой быстро. И матери набери, она думает, что ты со мной. В смысле? Тебя не будет? Ты где? Виталю дай. Тебя. Да. Виталь, посади ее на такси, пожалуйста. Деньги я тебе потом верну. Хорошо, а ты где? Че? Потом расскажу. Отправь ее домой, пожалуйста. Там мать беснуется. Окей. Набери, как посадишь. Хорошо. Сестра сказала, что... Да поняла, вызывай уже. Угу. Я твои пока возьму, как Сашка объявится, махнемся. Ты нормально придумала, а я че? Тебе-то зачем? Ни разу не видела, как ты музыку слушаешь. Давай. Вниз, вверх. На урок приехал. Пока. Пока. А это кто? А? Снова ошиблись? Слушай, че-то у нас не заладилось. Давай заново. Игорь. Я ж сказал, он на даче. Кто он-то? Генерал? Угу. Я че вернулся-то? Я че-то подумал, генерал в таком доме... Как ты это... Короче. Она за наушниками заезжала, я не знала. Мой друг посадит ее на такси. Я сказала, что б тебе набрала. Ну, что там? Сашуня, ты? Да знаешь, что ты. Я твой голос ни с кем не спутаю. Тебе че надо? Сразу к делу. Московский подход. Даже про этого не спрашиваешь. А он и не представился. Что? Надо, что мне надо. Да вот, приехал в столицу. С семьей воссоединиться. Дочь увидите. У тебя нет семьи и нет дочери. Да? А почему я тебе должен уверить? Это он вообще говорил, что тебя не знает. А я же чувствую такие вещи. Девочка-то от него выходила. По возрасту очень даже наша дочь. Как назвала? Послушай, у тебя нет дочери. С удовольствием послушаю, любимый. Ну, не по телефону же, а? Столько лет не виделись. Надо же по-человечески сесть, обсудить все. Что скажешь? Сегодня уже поздно. Ой, не начинай, а? Я ненадолго. Я думаю, а как может быть поздно для такой долгой разлуки? Давай я сейчас подъеду. Где ты сейчас? Ленинградский проспект, 86. Там кофейня, буду через час. О, а вот этот подход мне нравится. Ему же без глупостей, малыш. Ты же точно передашь? А то я... Не трогай его, я буду. Я так скучал по тебе. Кто эта девочка? Пошел в жопу. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Тебя поздравить можно? Ты мать. Вы не подписываете отказ. Почему они не приходят за ребенка? Зачем вернуться? Со справедливости, Вадим. Передашь Глебу распоряжение, чтобы половину припрятанного он оформил на меня. А я, в свою очередь, отдам ребенку. Тебя ребенком украли! Я выполнила свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...